Друзья, показывала вам, как у меня тут работы проводила соседка внизу по оккультуриванию своего газона. И меня спрашивают, а вы покажите, наверное, там красиво получится, что там у нас получится. Так вот, получится всего лишь навсего. Она посадила кустарник. Ну, в принципе, мысль правильная, потому что машины ездят, и здесь ничем не защищен этот газон. Бывает, и нам заезжают на газон. Ну, вот видите, кустарничек посадила, может быть, года через два-три. Он вырастет побольше, будет как изгородь живая такая. А больше никаких тут преобразований она, по-моему, делать не будет, я так понимаю. Так что кто-то там предполагал, что будет красивый садик. Вот он весь, весь красивый садик. Сейчас покажу для вас мою более раннюю съемку. В июне месяце, в конце июня я делала, но почему-то вам ее не выставила. Вы ее еще не видели. Ну, вот и сравните перемены здесь, в садике. Привет, друзья! Пять часов утра. У нас так во дворе поет птица, что я решила вам ее показать. День начинается новый. Сегодня у нас пятница, 26 июня. Вот такая вот печуга тут у нас, пивунья. Даже не знаю, что за птица, кстати. Но супер! Слышите, как поет? Сейчас собираюсь. Посмотрю, конечно, какой сегодня будет день. Сегодня хочу вам рассказать, друзья, какую-то жуткую историю. У меня ни с того ни с сего появилась куча мух. Сегодня утром. Посмотрите, у меня опять на кухне мух полно. Что происходит? Расскажите мне, пожалуйста, что я должна сделать. Их появилось еще больше. Я вообще не понимаю, что происходит, друзья. Это какой-то знак или что это? Я вчера показала вам, думала, что я уже от них избавилась. А они, вот, пожалуйста, посмотрите. Они опять. Их еще больше. Сейчас покажу вам, сколько я их убила. Вот. Это же просто, не знаю, какой-то кошмар. При том, что они по комнате не летают. Они именно жмутся здесь к стеклам. И не только в этой, не только здесь на кухне, но и там у меня в большой комнате тоже. Они налипли на окно, жужжат. Но в большой комнате я там вообще их попрыскала каким-то сильным дезодорантом. Потом все выветривало. Вот они тут подохли. Я еще потом убивала их. Вы знаете, что-то я как-то напряглась. Что случилось? Ничего у меня тут не пахнет. Все у меня тут всегда убрано. Понимаете? Вот не знаю. Этот вот ящик с мусором. Такие отходы не пищевые. Потому что у нас отдельно пищевые отходы я вообще сразу выношу туда, на улицу. Этих мух просто вот неожиданно за ночь утром я встала, они здесь жужжат. И они какие-то такие, как полудохленькие. Знаете, их даже легко. Я вот тряпкой их прижимала, поубивала. Но вообще, конечно, меня удивило, почему откуда они взялись. На улице тепло, плюс 22. Откуда взялись мухи. У меня при том открыто было вот здесь окно. Вот эта вот фрамбукка. Все равно они не улетают. Они здесь жужжат и продолжают сидеть. Несмотря на то, что большую часть я убила. Как вам это нравится? Они все опять тут, как тут. Слышала, что птицы. Это плохой знак в квартире. А что с мухами? Не знаю. Ну, и это еще не все. Буквально, наверное, где-то месяц назад у меня вдруг точно так же утром я выхожу неожиданно здесь вот от окна. Вот у меня даже там чеснок остался, лежит от окна. Вот так вот строчечкой такой, тропиночкой. Ползут муравьи вдоль, 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 вдоль. И здесь, и везде бегают. Меленькие-меленькие такие муравьи. Прямо, вы знаете, тоже целая колония. Они вдруг вот оттуда просочились из угла и ползут сюда ко мне. Что произошло? Я стала быстренько читать, как муравьев из квартиры удалять. Вот мне сказали, нарежьте, натрите чеснок. Я набросала чеснок. Вы знаете, они все равно исчезали, потом появлялись опять. А потом, даже я не заметила, как, ну, может быть, от чеснока, но они исчезли. Исчезли окончательно. Вот прошел месяц, появилась целая куча мух. Никогда такого не было, друзья. Я стала читать, конечно же, в нашей Википедии, что произошло, почему. Вдруг мухи здесь обнаружились в большом количестве. Мне сказали, что... То есть, кто как это трактует. Кто-то говорит, что вообще там, проверьте, может быть, у вас старушка умерла, соседка. Говорят, к чьей-то смерти. Что-то я почитала, написано, что к большим деньгам, к богатству появляются мухи. Что-нибудь вы слышали об этом, друзья? Почему вдруг мухи, почему месяц назад вдруг целая колония муравьев посетила мою кухню? Никаких запахов здесь нет. Никаких... Ничего тут не грязного у меня. Все у меня убирается. Все у меня чисто. Что происходит? Расскажите, кто знает. Я с таким не сталкивалась никогда. Вчера их было тут вообще целый рой. Вы знаете, все они почему-то липнут к окнам. И не только здесь на кухне. Но и вот это второе окно тоже. Вот они все еще тут сидят. Сейчас, конечно, их не так много. Но у меня никогда вообще мух не было. На кухне чисто. Понимаете? Я напугана. Как мне все же избавиться от этих мух? Не буду же я за каждой гоняться и убивать. Вот и в ванной комнате на окне за занавеской. Ну, сейчас, я же говорю, я вчера их тут так гоняла. Всех. Вон там, видите, дохлые еще валяются. Я же... Я показываю вам уже остатки. Но в каждой комнате эти мухи... Здесь раньше даже никогда ни комаров, ни мух, никого. А теперь вот, пожалуйста, от чего это? Расскажите. Вот так. Кипяток наливаю вот в кружку. Полный. Кстати, посмотрите, какая у меня кружка красивая. Это джаньюр и январь. Видите, внизу написано. Видно вам? Ой, сейчас подниму. Как мне ее тут... Как мне ее тут вам показать? Вот. Джаньюр и январь. А там, видите, написано Галина. Такая именная кружка. Вот. Играет. Играет. Т Patrirr Kir's. А там. Играет. Играет. Нам. Играет. Играет. Я ее не применяю, потому что он будет меня не слышать. А он будет на улице, а он сейчас покажет, как он. Субтитры создавал DimaTorzok